В кто тут хозяин положения? Горцы заявили о своей покорности и просили дать им возможность переселиться в Турцию. Наместник ответил, что согласен на их просьбы и дает им месяц сроку для того, чтобы они могли приготовиться к переселению. Но по истечении срока, если кто не исполнит этого требования, с ними будут поступать, как с военнопленными. Для чего будут присланы еще войска? Уже к 19 апреля наши войска не встречали в горах Убыхов. Они тронулись в Турцию. Последними оказали сопротивление русским племя Айбговцев, обитающие в ущелье реки Псоу. Они надеялись на неприступность этой территории, состоявшей почти из одних отвесных скал, а также на помощь соседей, которые сбежались со всего восточного берега, жаждавши подраться в последний раз. Битва была ожесточенной. Русские потерпели самые большие потери, но и Айбговцы 12 мая были вынуждены покориться и немедленно начали выходить на берег моря для переселения в Турцию. Этот поход решил участь и других черкесских племен. Вслед за Айбговцами все Ахчипсувцы оставили свои жилища и двинулись к морю. 20 мая русские войска сосредоточились в центре захваченной земли Ахчипсувцев, Кубаадвы. Ныне это место называют Красной Поляной. Сыны России заплатили дорогую цену за покорение Кавказа. Было отдано сотни тысяч жизней. Но день 21 мая 1864 года золотыми буквами вписан в историю Отечества нашего. На торжества по поводу окончания войны на Красную Поляну прибыл сам наместник Кавказа великий князь Михаил Николаевич. Мы исполнили нашу миссию. По распоряжению главнокомандующего Кавказской армией великого князя Михаила Николаевича был сформирован особый отряд войск. Его целью было очищение Черкесии от остатков коренного населения. Всех их отлавливали. Часть из них была убита, часть отправлена в Турцию. Горцы, вытесняемые шаг за шагом с плоскости в предгоре, с предгоре в горы, с гор к морскому берегу, полумиллионное население Черкесии, перенесшее все ужасы истребительной войны, страшные лишения, голод, повальные болезни, должно было искать спасение в переселении в Турцию. Но в Турции они оказались брошены на произвол судьбы. Ныне 90% черкесов проживают у эмиграции. Это была передача «История в лицах». Встретимся через неделю. Не забывайте историю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова